Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Старостина Ольга. Я благодарю телеканал за то, что нас милостью согласились сегодня пригласить и за то, что у нас есть возможность сегодня рассказать об общественной организации «Пища, жизнь и перьем». Что мы делаем, как мы организовались и что мы хотим еще сделать сегодня, об этом я попытаюсь вам рассказать. Как пришла идея создания нашей организации? В прошлом году мы сидели с друзьями на кухне, мы очень здорово общались. У нас был такой, знаете, союз таких вот прям близких-близких сердец. Мы очень говорили о высоких материях, и мы очень были счастливы в тот момент. И мы поняли, что, наверное, это очень эгоистично, когда мы только сами с собой. А было бы здорово, если бы мы придумали какой-нибудь такой социальный проект, который был бы интересен другим людям и который, самое главное, нес бы добро людям в мир. И в это примерно время, когда мы об этом стали размышлять, мы познакомились с президентом Ассоциации благотворительных фондов «Пища, жизнь» Валерием Долгополовым. И Валерий Игнатьевич буквально через какую-то две недели после нашего телефонного разговора он приехал, прилетел в город Пермь. И мы, сидя уже вместе, общались, говорили о том, что такое благотворительность, мы говорили о том, какие стандарты, как образовывается, какая миссия организации. И мы настолько вдохновились этим, что мы сами создали эту организацию, общественную организацию «Пища, жизнь и перь» и вошли в состав Ассоциации благотворительных фондов, которой в этом году, надо сказать, исполнилось 30 лет. Представляете, 30 лет в России существует организация, которая кормит людей. Кормит людей безвозмездно и помогает им тем самым жить, может быть, чуть-чуть счастливее. Что мы успели сделать? Нам исполнилось не так давно 4 месяца. И мы за эти 4 месяца провели порядка 22 акций. Мы накормили около полутора тысяч человек. Кто эти люди? Кто эти организации, которым мы смогли помочь? Ну, например, мы ездили в Култаевский дом престарелых. Это была совместная акция с еще одной благотворительной организацией, куда привезли художника, поэта Ярослава Климанова, а мы, в свою очередь, привезли часть своих сердец в виде горячих пирогов, которые нам заказали жители этого дома. Или мы с волонтерами для себя приняли такой обет, и мы его исполняем. Мы помогаем Центру социальной адаптации города Перми, где живут разные люди с разными судьбами и разным физическим состоянием. Мы привозим туда также выпечку. Мы привозим туда фрукты, мы ходим, угощаем людей. И видим их отклик благодарности в том, что мы делаем. Еще я хочу рассказать об эпизоде, который лично мне очень запал в сердце. Мы не так давно ездили в Кунгурский техникум-интернат Министерства труда для инвалидов. Там люди получают профессиональное образование, а нас пригласили туда с миссией провести кулинарный мастер-класс. Когда мы туда ехали, мы, честно признаться, и не знали, что нас там ожидает, как это все пройдет. И когда мы приехали, мы были абсолютно тронуты теплом, которое нам подарили люди. Они нас встретили с радостью, с любовью, с такой какой-то самоотдачей, что ли. И мы не могли им ответить. Не ответить тем же мы хотели и могли, и сделали, провели мастер-класс так, что там было порядка 20 детей в возрасте от 18, может быть, и до 22 лет. Молодые люди, они сами все готовили, чистили овощи, варили. И, вы знаете, в процессе приготовления всего этого я поняла, что мы приготовили не просто такой прекрасный суп-пюре с тыквой или там фрикассе с сыром с сливочным соусом. То есть мы не это сделали. Мы сделали нечто что-то большее. Мы создали какие-то глубокие отношения друг с другом. И я тогда для себя поняла, что вообще состояние любви, которое мы на самом деле тогда испытывали друг к другу, это не состояние здоровья. Это не какое-то твое личное самочувствие, а это, скорее всего, способность открывать сердце. И я поняла, что эти дети, они способны это делать, они это сделали, и мы чувствовали что-то близкое к этому, чувство любви. Ольга, пытаюсь пробиться и понять, как бы за вашим лицом хорошей, красиво говорящей женщиной, которая может работать где угодно, пиарщицей крутой, да? Зачем она пошла вот в это? Что ей надо там? Деньги, я знаю, что благодарительство это сейчас новая профессия, там абсолютно законно, все хорошо, как бы, могут зарабатывать, и это нормально для крутых руководителей таких организаций. Вот, но лично вам-то это зачем? Что вы? Вы стали мудрее, круче, я не знаю, по вашей шкале. Ну, то, о чем я говорила. То есть сначала для нас, и для меня лично, это была возможность с друзьями укрепить отношения. То есть для нас было важно сделать что-то стоящее. Ваши друзья тоже руководят организациями какими-то? Бизнесмены или предприниматели? Да, у каждого есть сфера применения. А вы кем были до этого? До пищежизни. До пищежизни. Ну и сейчас, в принципе, у нас с супругом есть своя компания, свой бизнес, мы этим занимаемся сейчас активно. То есть сфера получения дохода – это не благотворительность. То есть благотворительность – это больше для души и для того, чтобы смочь помочь. Но тем не менее, все равно, значит, вы там руководите процессами, вы обязаны там тоже получать зарплату. Нельзя делать это бесплатно. Да, но у нас чисто добровольческое, на самом деле, движение. Второй вопрос. И никто из нас не получил. Почему было важно войти в ассоциацию, а не создать бренд с нуля пермский? Это было бы, мне кажется, душевнее, нет? Связанное же с вашими какими-то проектами и так далее. Да, возможно, это здорово. Особенно, если у тебя есть такая определенная квалификация. А если говорить о том, что мы сами не являемся благотворителями ни в коей мере. То есть вот сейчас то, что происходит с нами, это для нас совершенно новый опыт. То есть мы никогда с этим не сталкиваемся. Мы не знаем, как это организовывается. Получается, вы распределяете то, что собрали другие люди. Вы руководите процессом, как менеджер. Ну, мы что делаем? То есть когда, например, мы делали акцию 9 мая. То есть самая группа НАСА, которую мы провели, это была акция 9 мая, на День Победы, когда мы покормили порядка 700 человек на мемориале в Матавилихе. Деньги на это пришли из Москвы или вы собрали среди пермских предпринимателей? Так вот, хочу рассказать вам об этом, потому что мы сделали пост в социальных сетях. И мы попросили людей откликнуться на нашу инициативу, чтобы мы могли это сделать. Люди из вашего круга по каким сетям? У нас есть группа ВКонтакте «Пища жизни Пермь». И именно там мы разместили желание в мир о нашей акции. Мы там разместили. Но костяк это ваши друзья, получается, знакомые сначала, а потом уже пошли. Я думаю, что это и друзья, и не друзья, потому что в конце, когда мы в нашей акции благодарили людей, тоже вывешивая там пост с именами и с количеством денег, которые нам кто-то прислал, и там были люди знакомые, незнакомые нам. То есть мы совершенно не знаем, на самом деле, кто… Где-то были вообще инкогнито люди. То есть прислали разные люди, жители города. Понял. В чем достоинство московского бренда «Пища жизни» этой ассоциации тогда? Денег от них нету. Красивый есть логотип, да? Да, но вы знаете, на самом деле колоссальный опыт людей, и мы на самом деле почему обратились к ним, да? Потому что мы знаем, что их история, она говорит о том, что, например, они могут кормить, за раз их поддерживая социальные проекты, например, спортивные, например, в день они могут кормить до 10 тысяч человек. Понял. Это значит ноу-хау, вот сама логистика процессов больших. Они этим делятся, да, получается? Они делятся этим. И вы лично у них учитесь, и это все здесь вы создаете. Очень здорово говорить. У нас не так давно, у Майи проходила школа «Пища жизни», туда приглашали специалисты как раз по благотворительной деятельности. И нас как раз обучали этому процессу, нам говорили, что нужно делать, как это делается профессионально, что необходимо обязательно делать это продуманно и делать проектами, чтобы это было закончено, да, чтобы была цель, была основа и был механизм реализации. Мы привыкли, что вот такие глобальные проекты с такими названиями примерно делают представители как бы нетрадиционных конфессий наших российских, да, и западные и так далее. Вот здесь совсем этого нет, получается, да? Совсем не религиозный проект. Ну, в Перми мы организовались именно как друзья. То есть мы решили это сделать. В городах есть еще и верующие тоже, да, которые… Вы знаете, на самом деле приходят волонтеры, и мы не спрашиваем, из каких они конфессий. Там есть христиане, там есть мусульмане, то есть люди разных совершенно религиозных исповеданий. И это больше как-то движение души, нежели чего-то другого. Я бы так ответила на вашу вопрос. Вот я вот смотрю на вас и вижу абсолютно западную как бы леди, леди, которая занимается фандрайзингом, да, и вполне может пойти в Белый дом, куда угодно, да, и там с богатых спонсоров, как бы, да, деньги собирать. Вы так это же умеете сделать, ходя в пермские дворянские дома? Отлично. Вот такую красивую картину сейчас нарисовали, и, возможно, за этим будущее. Все будет зависеть от того, какие проекты мы, возможно, будем здесь совершать. Вот. Ну, по поводу квалификации, в прошлой жизни моей какой-то, да, что-то похожее я когда-то делала, и такой профессиональный настрой и умение, возможно, оно есть. Потому что, видите, может, я чуть-чуть скептически отношусь к этому. Почему? Потому что, когда слишком много красивого пиара, слишком много сюжетов по местным каналам, мы уже горьким опытом научены. Мы знаем. Или жена мэра там, значит, сидит, вся директоров, или еще что такое, или депутат там где-то мелькает на заднем плане. Ну, вот такая русская жизнь, что делать? У вас как с этим? Рефейт вас рассказал. Абсолютно, надеюсь, безвозмездно. Ага. Ну, да, ребята сами позвонили, узнали как-то о том, что мы четыре месяца назад образовались, да, и они сами просто взяли желание заснять то, что мы сделали. Потому что нет ничего хуже, ничего хуже заказухи называется, да, когда фонды покупают эфирное время. Если вы настоящий фонд, вас сами люди пригласят, если интересно будет. Я согласна с этим, да. Вот, поэтому задача фонда не только деньги найти, а создавать интересные инфоповоды, да, как у вас с этим? Создавать интересные инфоповоды. А интересные для редакторов СМИ, да, это абсолютно обязанность такого человека, как вы, да. Ага. Ну, возможно, такая обязанность и есть, я ее, может быть, до конца не осознаю. Для нас сейчас, на самом деле, с командой волонтеров очень интересно продумывать какие-то интересные вещи, проекты. Ну, например, нам очень интересно было бы в будущем делать то, что делают взрослые фонды. А что они делают? Они, например, могут кормить, организовывать такие специальные точки кормления, куда бы собираются люди, которые, на самом деле, в этом нуждаются. И делать это на постоянной основе один, два, три раза в неделю. У нас есть такие инициативы, которые там более-менее постоянно это делают, да, такие небольшие, да. Вы хотите просто масштаб в разы увеличить, получается. Ну, поначалу, может быть, это не будет настолько масштабно, как хотелось бы. Ну, в будущем, может быть, и такое. Мы бы хотели помочь как можно большему количеству людей. Когда вы говорите, мы, сюда как бы как-то похоже на секту. Вот, не могу от этого избавиться. Хорошо. Потому что когда я, я понимаю, а когда мы, назовите этих людей. Кто мы-то? Хорошо. Тогда я не одна, да. То есть те люди, с которыми мы на кухне мечтали о идеалах, это две наших ещё семьи. Это, вот, есть я, мой супруг, у моего супруга есть брат-близнец, у него есть жена. И у нас ещё есть хорошие друзья. А какой у вас бизнес? Это секрет? Семейная пара. Какой у нас бизнес? Да не шо. Мы занимаемся экологическими разработками, гидрологическими исследованиями. Инженеры, в общем, получается. Экологи больше. А друзья ваши? У друзей, у наших, вот, старший брат, я его так называю, старший на 10 минут моего супруга, так он занимается спортивной экипировкой, он её делает. То есть его компания, они разрабатывают, заключают контракты, поставляют спортивную экипировку. Сколько ваши друзья в абсолютных цифрах, порядок цифр собрали, не считая ваших личных денег, а именно друзья ваши знакомые, это сотни тысяч рублей уже, да, получается? Собрали чего? Ну, денег буквально. Или это часто ещё одежда? Или это живые деньги? Ага, на самом деле, приходят деньги, предположим, могу раскрыть тайну, она не велика. Например, бюджет кормления 700 человек у нас составил порядка 15 тысяч. Эти деньги пришли... Это одна акция, да. Это одна акция. А их год, может быть, десятки. Да. И насколько, будучи профессионалом, и пройдя ещё обучение в школе пищежизни, я понимаю, что деньги приходят не просто так, и никто просто так ничего не даёт, на самом деле. Всё приходит под проекты. То есть есть какой-то хороший, вдохновляющий людей. Я бы сказал, под вашу репутацию, которую вам ещё предстоит создать. Да, но которой ещё пока нет. Поэтому мы сейчас просим людей также участвовать. Например, хотим сейчас на День города также покормить людей. Мы пишем пост, у нас есть такое огромное желание, пожалуйста, присоединяйтесь. Понял, мы должны заканчивать. А эти 15 тысяч, кто вот, получается, деньги ваших друзей, это они прямо вложили? А у нас есть... Или большая доля незнакомых из контакта? Совершенно незнакомых жителей города. Вот то, о чём я говорила, у нас можно в контакт зайти и посмотреть, кто прислал, какие суммы. Там есть по 300-500 рублей, там какие-то вот такие вот совершенно... А лично ваша семья сколько вложила уже личных денег? Мне муж не разрешит, наверное, сказать об этом. Ну, это порядок сухоружений. Это десятки тысяч, сотни тысяч. А я вас очень прошу, можно я не буду отвечать на этот вопрос? И не десятки, и не тысячи. Ну, сколько-то, сколько-то, чуть-чуть мы, конечно, тоже пытаемся сделать. Только спасибо, что вы держали это журналистское такое собеседование. Ну вот, мне правда было интересно. Вы хорошо держались. Спасибо вам, Ильфехов, вашей пищей жизни. Спасибо вам, Ильфехов.